Наших зрителей, конечно, удивят эти сюжеты, поскольку здесь на нас повеет дыханием древности, язычество. Но это неотъемлемая часть культуры и истории нашего народа. Славяне, какими были они, наши предки? Экспозиция, которую предстоит увидеть череповчанам, это своеобразная экскурсия в историю Вологодского края. И не только в плане расстояний. По словам автора, в своем творчестве он опирается на историю. Особенно его вдохновляет история древней языческой Руси. Представленные в экспозиции произведения у тебя череповчан еще и своей сказочностью. На одной из картин можно увидеть былинного богатыря, выполненного в графическом стиле. Виктор Новиков пишет свои картины в различных техниках и разными красками. Сейчас я пробую новую технику. Акрил – это современная техника. Она пришла к нам из Европы. Мне нравится. Когда работаешь маслом, надо очень долго ждать, когда подсохнут слои. А здесь написал, утром пришел и можешь продолжать писать. Но по словам Виктора Ивановича, особенно любит он творить акварелью. Ее исключительная мягкость и теплота как нельзя лучше передают всю глубину и настроение его картин. Я очень была удивлена, увидев акварелью. Это прекрасная, воздушная, такая необыкновенно романтическая акварелью. Такое увидишь редко. И мы очень рады приветствовать такого замечательного художника. И вот мы сделаем выставку, экспозицию. Я надеюсь, что здесь у нас очень много будет посетителей на такую выставку. Всего же череповчан ожидают более 50 работ, которые расскажут об истории Вологодской глубинки и ее богатом культурном наследии. Картины по мотивам славянской мифологии погрузят зрителей в древний и немного сказочный мир наших предков. Мир, который с каждым годом становится от нас чуточку дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!